Пришла весна, потеплело и словно какие-то извращенные подснежники на перекросках, тротуарах и площадях Читы появились электросамокаты. Тема настолько животрепещуща, что ее особо обсудили на пленарном заседании общественной палаты Забайкальского края. Еще вопрос такой вот по поводу самокатов, да, вообще как-то обсуждается ли эта проблема, да, по поводу деятельности предпринимателей, которые занимаются прокатом самокатов, которые, ну, свободные это станции, да, распределение по Ленина, по Бутина, да. Сейчас же идет вопрос очень жаркий на самом деле по поводу даже травматизации, да, обычных пешеходов, да, и вот как раз вот именно проездов, да, вот именно вот самокатчиков, да, вот в этот момент. У нас на согласовании в администрации сейчас находится соглашение с фирмой ВУЖ, которая планирует организовать, ну, организовать организованное пространство, простите, связанное с самокатами, упорядочить их передвижение по городу. У них уже разработана карта, где какие зоны, с какой скоростью движения. Они обещают нам, что ни один брошенный самокат там больше двух часов не будет лежать в неположенном месте с определенными парковками, разметкой для данных самокатов. В принципе, мы, администрация, положительно рассматривает данное соглашение, и мы планируем его подписать, чтобы все-таки как-то упорядочить эту деятельность на территории города. То есть регламент даже проезда по, получается, по пешеходным, да, вот этим, ну, транспортным дорожкам, да? Да, там есть зоны с малой скоростью, с ограничением скорости, то есть у них это все будет установлено на программное обеспечение, которое не позволит тому человеку, который взял этот СИМ, разогнаться быстрее. Присоединяйте вопрос, Марина Екатерина. Вот по СИМам, так называемым, да, проблема у нас сейчас снова возникнет. Проблема в чем? У нас нет ни велосипедных дорожек. Правильно? Правильно. У нас нет ни велосипедных дорожек. То есть они будут кататься у нас где? Либо по проезжей части, либо пешеходным тротуаром, пешеходным дорожкам. Это первый момент. Второй момент. Мы в ваш адрес направляли замечательное постановление в Санкт-Петербург на рассмотрение о том, что за какие нарушения можно будет привлекать этих самокатчиков, так называемых. Видно, те, кто пользуются СИМами. И следующий момент. Я видел карту, где будут размещаться эти СИМы, но это ужас какой-то. Это весь город читал этих красных точках. Во-первых, по прошлому году мы неоднократно уже говорили о том, что их размещают прямо на перекрестках, бросают и так далее. Мы-то за то, чтобы они были упорядочены, были специально обозначены парковки, если они хотят этим заниматься. Дальше. По ограничению скорости. Везде, как правило, у них ограничение скорости стоит 25 км в час. Мы предлагали 8 км в час. Второй момент возникает. Как их будем контролировать? Следующий момент. Еще один вопрос. Несовершеннолетние. Как будет им пользоваться несовершеннолетние? То есть несовершеннолетние подходит. Берет телефон, как правило, зарегистрирован на маму, на папу. Правильно? СИМ-канал. Он спокойно прикладывает и поехал дальше. Ребенок, которому там 10-11 лет, он поехал прямо по дороге. И опять у нас будут наезды. Мы этот вопрос уже выносили. Давайте мы все-таки соберемся его. Все наши приложения, которые мы до этого направляли, давайте их обсудим все-таки. И принимаем нормальное решение, чтобы у нас их упорядочили, это их передвижение. У нас и в прошлом году были наезды на них, на этих СИМов, которые были, в том числе и на улице Ленина, где у нас большой поток передвигается. Олег Николаевич, я понимаю вашу беспокойность. Но вот это подписание соглашения с ВУШем, оно и направлено на то, чтобы оставить одного оператора, который более или менее адекватно оценивает ситуацию в городе и, во всяком случае, хотя бы обещает, обратился в администрацию города о том, чтобы решить имеющиеся проблемы. Потому что если мы не подпишем с ними соглашение, дальше у нас эти черные самокатчики так и не будут ездить, мы так и будем сбивать детей. По зонам и по парковкам мы по ограничению скорости мы все-таки отработаем, они же идут на компромисс. Поэтому мы же вам и направляли специально, чтобы ваше пожелание учесть. Я думаю, этот вопрос технический. В Санкт-Петербурге соглашение подписано с тремя операторами – ВУШ, Урент и Яндекс Гоу. В постановлении северной столицы прописаны зоны запрета на размещение самокатов, зоны запрета движения на самокате, зоны ограничения скорости, правила пользования и ответственность. Не зря все-таки Читу называют «Маленьким Питером». Но велосипедные дорожки наш город еще не отрастил.